Так, я не могу включить демонстрацию. Да, я демонстрирую, сейчас у вас будут все права. Сейчас, минуту, я все представлю и передам права вам. Я понял, хорошо. Добрый день, коллеги. Рады приветствовать вас на вводном модуле открытой части аксессуарационной программы в рамках всероссийского проекта «Открой свою Россию». Тема сегодняшнего вебинара «Тренды туризма, ситуация на рынке и портрет современного туризма». Нам об этих вещах расскажут Андрей Пуртов, автор курса «Стратегия бизнеса и маркетинга в магистратуре МГУ имени Ломоносова и куратор программы «Маркетинг и бренд-менеджмент» в Британской высшей школе дизайна. И Анна Булочникова, кандидат географических наук, Master in Territory Development и эксперт по туристическому проектированию. Коллеги, напоминаю вам, что все интересующие вас вопросы вы можете писать в чате, который расположен в правой части YouTube. И для начала выступления я бы хотел передать слово Андрею. Андрей, пожалуйста. Так, спасибо. Спасибо, коллеги. Хочу спросить, видно ли мою презентацию? Да, все замечательно видно. Друзья, всем добрый день. Очень рад вас видеть, слышать. Соответственно, сегодня я хотел бы представить свой доклад. Денис меня уже представил, поэтому я сэкономлю время. И тема моего доклада – «Тренды туризма. Портрет современного туриста». Соответственно, давайте поехали без раскачки. Сначала я хотел назвать первую часть своего доклада «Тренды туризма», но потом, поразмыслив, решил, что более правильно будет ее назвать «Тренды туризма» и «Тренды, значимые для будущего туризма». Почему? Сейчас вам вкратце объясню. Любые тренды – это точки на графике на каком-то. То есть тренды любые связаны с уменьшением, с увеличением какой-то сущности. Допустим, рост количества одиноких семей или уменьшение размеров мобильных устройств и так далее. И сначала тренды, когда они только начинают развиваться, они являются своего рода такими слабыми сигналами. То есть они еще не охватили основную массу людей и являются неочевидными не только для обывателей, но иногда и для экспертов рынка. И в таком случае тренды могут выявить только специальные люди, которые специально обучены, специально интуиция у них хорошо работает, и они могут обращать внимание на слабые сигналы, и они самое главное знают, где искать эти слабые сигналы, и обращают на них внимание первыми, и уже рассказывают. Вот это вот особая индустрия, она называется тренд-вотчинг. Не буду сейчас в это долго вдаваться. В общем, часть трендов, которые я вам сегодня покажу, они являются явными трендами, которые вообще вот любого человека на улицу выйти и спроси, он с этим согласится, что, допустим, расширяется возрастной диапазон туристов, которые ездят в туры. Если раньше считалось, что они там, что туристы – это какие-то люди, там, не знаю, 25-40, а за 40 лет или за 50, тем более, туризма нет, и раньше туризма нет, а сейчас путешествуют с маленькими детьми и путешествуют там до седых волос. Какие-то тренды, они очевидны профессионалам рынка, обывателям не очевидны, а какие-то вообще видны только тренд-вотчерам. Мы сегодня будем говорить о разных типах трендов, как о явных, так и о слабых сигналах, поэтому это сразу небольшая ремарка. Значит, в значительной степени то, о чем я буду сегодня говорить, в первой части нашего выступления, свое выступление базируется на результатах форсайта, «Будущее внутреннего туризма в России», который мы провели, соответственно, в январе этого года в Британской высшей школе дизайна. Этот форсайт прошел в умниканальном формате. У нас было около 50 экспертов внутри Британской школы дизайна, еще около 25 экспертов из разных субъектов федерации, там, от Мурманской области до Камчатки. Люди, которые возглавляют профильное агентство по туризму, люди, которые работают в турпи-рейтинге, просто специалисты по маркетингу, по коммуникациям, они были с нами в онлайне, поэтому то, что я говорю, это результат работы большого, достаточно авторского коллектива. Я через некоторое время после этого в феврале летал по приглашению министра по туризму Камчатки на Камчатку, делал там доклад про будущее туризма, поэтому, возможно, вы фрагмент этого доклада видели на YouTube, но, тем не менее, сейчас есть о чем поговорить. Значит, соответственно, что хотел бы еще рассказать? Хотел бы сказать, что издавна люди, ну, скажем так, считали, находили, изыскивали возможности как-то подумать о будущем. А зачем вообще надо думать людям о будущем? Ну, в принципе, обывателям, может быть, и не надо думать о будущем, а людям, которые занимают проактивную позицию, которые что-то создают, создают какие-то стратегии, продукты, проекты, им, конечно, желательно понимать, как будет развиваться в стратегической перспективе рынок, какие будут изменения в турпотоке, в структуре спроса, как будет, может быть, изменяться логистика или инфраструктура, потому что все эти изменения, они ключевым образом могут влиять на принятие решения о запуске того или иного продукта или не запуске. Вот, поэтому люди находили много разных возможностей думать о будущем. Самым простым является экстраполяция, когда мы продлеваем какие-то существующие тенденции в будущее, предполагая, что будет точно так же. Если был какой-то рост в каком-то аспекте, то он будет плавно расти. Ну, об этом сейчас мы не говорим. Для нас важнее именно две техники таких стратегирования и форсайты. Вот они лежали в основе тех данных, которыми я сейчас вас познакомлю. И, кроме этого, есть еще две техники размышления о будущем. Это футурология и фантастика. Я считаю, необходимо их упомянуть, но мы сегодня этого касаться не будем. Мы не будем заниматься такими вещами. Хотя такие способы существуют, и зачастую они позволяют раньше понять что-то и принять, и начать думать в этом направлении, а потом, глядишь, и факты подоспели, что это вовсе не фантастика. Но, тем не менее, это оставим за кадром. И мне хотелось бы начать... Единственное, мы не видим вашу презентацию. То есть мы видим первый слайд. Тогда я, знаете, что хочу попробовать предложить? Я хочу попробовать предложить, поширить не... Знаете, так, сейчас я поширю презентацию не на весь экран. Вот давайте так посмотрим. Вот так вот видно презентацию? А вот так переключение видно? Да. Тогда я с вашего разрешения буду показывать вот так. У нас слева будет панель прокрутки, и тогда будет... Без проблем. Да, хорошо. Значит, хотел бы начать с цитаты великого хоккеиста Война Грецкий, который звучит примерно таким образом. Хорошие игроки находятся там, где шайба, а великие там, где она будет. Что это значит? Это значит, что, конечно, хорошие игроки понимают, что сейчас конъюнктурно, что сейчас актуально, перефразируя на турбизнес, да. И за счет этого там, да, зарабатывают деньги. А великие игроки, да, великие люди, которые должны заниматься туризмом, они понимают, как будет развиваться ситуация в динамике. Они какие-то вещи делают уже сейчас, инициируют какие-то проекты, которые базируются на предпосылках, скажем так, не очень очевидных для всех остальных. Потому что Война Грецкая, почему он стал великим хоккеистом при не самых выдающихся физических, антропометрических и скоростных способностях, он очень хорошо читал игру. Он понимал, куда шайба отскочит, и поэтому он был, на ней первым, и поэтому забивал много голов, отдавал много передач. Поэтому мне кажется, это очень важным, этот факт, и я привел эту цитату. Давайте поехали дальше. И, соответственно, как я уже сказал, мы делали форсайт «Будущее внутреннего туризма в России», но начать я хотел бы с другого форсайта, который мы проводили год назад в британской высшей школе дизайна. Она называлась «Будущее музеев». Зачем мы проводили этот форсайт? Нам поступила проектная работа на разработку маркетинговой стратегии Пушкинского музея. Соответственно, нам попросили разработать стратегию развития Пушкинского музея в рамках его превращения в Пушкинский квартал к 2024 году. Будет, если вы не знаете, создан на базе Пушкинского около девяти музеев. Он получает достаточно большую территорию в центре Москвы, и такой большой культурный кластер образуется, и, соответственно, ему нужен дополнительный трафик, чтобы войти в топ-10 музеев мира. На данный момент у Пушкинского посещаемость 1 миллион человек, и была поставлена задача войти, ну, как бы добиться трафика 3 миллиона человек. Соответственно, наша стратегия была посвящена этому. Но достаточно сложно разрабатывать стратегические решения для будущего, не понимая трендов. И понятно, что, ну, очевидно, что нужны тренды из музейной сферы, но совершенно контринтуитивно, что тренды вне музейной сферы значимы для стратегии музея. Это контринтуитивно. У человека это, ну, в первом приближении не укладывается в голове. Почему? Ну, вывод такой неочевидный. И вот музей – это наша система, это то, что мы рассматриваем, пушкинский частный случай этой системы. Кстати говоря, сначала у нас была мысль назвать форсайт будущее Пушкинского. Но потом мы поняли, что такой форсайт будет очень интересен топ-менеджменту Пушкинского, маркетологам Пушкинского, может быть, фанатам Пушкинского. Но, скорее всего, другие эксперты на рынке к нему не проявят интереса. Поэтому мы немножко хитрили и назвали форсайт будущее музеев. И позвали туда, не знаю, музей Московского Кремля, гараж, Третьяковку, Эрмитаж, музей космонавтики, еврейский музей. И, в общем, много-много кого туда позвали. И таким образом удалось сформировать достаточно большой экспертный пул людей, которые принимали участие в этом интеллектуальном формате работы. И в дальнейшем мы поширили все с ними знания. Мы честно признались, что этот форсайт инициирован администрацией Пушкинского. Да, они, наверное, нашим заказчиком являются. Но мы вас всех пригласили, уважаемые друзья, потому что вы тоже находитесь в музейной индустрии, вам тоже, у вас другие музеи, вы представляете, но вам тоже наверняка интересно, как эта сфера развивается. Поэтому мы выполнили свое обещание, там поширили с ними результаты. Вот такая хорошая техника. И когда мы начали искать тренды, мы договорились, что мы не просто в музеях будем смотреть тренды, а еще и в нацсистемах, куда музей входит. А что такое нацсистема? Это что-то, нечто большее, чем является наша система. То есть, если наша система музей, а что такое музей? Частный случай, чего это является музей? Это частный случай культурной институции. Соответственно, логично предположить, что тренды в культуре, некоторые тренды в культуре могут быть значимыми для стратегии Пушкинского, как музея. Отлично. Но эмпирическим путем было установлено, что нацсистемы одной недостаточно, их нужно обычно несколько брать. Что еще такое музей? Музей – это еще общественное пространство. Это некая такая, может быть, третья точка, как Старбакс между домом и работой, где ты можешь социализироваться, получать образование, назначить деловую встречу или провести свидание с девушкой. Поэтому, если у нас есть тренды в общественном пространстве, если мы их рассмотрим, то, возможно, там тоже найдутся тренды, значимые для нашей стратегии. Не факт, но возможно. И третья нацсистема, которую мы взяли в рассмотрение, это нацсистема туризм. Почему мы ее взяли? Потому что трафик музеев в значительной степени сформируется туристами. Потому что всем известно, что житель Москвы, попадая в Санкт-Петербург, хочет сходить в Эрмитаж, а, допустим, в Третьяковку, может быть, лишний раз не ходит, потому что она под боком, и ты всегда туда можешь сходить. И наоборот, житель Санкт-Петербурга, наоборот, посетит какой-то музей в Москве или в другом городе, но, может быть, не сходит в какие-то очевидные места у себя, потому что он всегда может это успеть сделать. Поэтому изменения в Турпотоке, допустим, рост количества самостоятельных туристов или рост количества туристов из Китая, это такие очевидные вещи, есть менее очевидные. Они тоже могут быть значимы для нас, для нашей стратегии. Когда мы работали, соответственно, с форсайтом будущего внутреннего туризма, то за нацсистему мы взяли, я вам сейчас покажу результаты, не буду рассказывать о самом ходе форсайта, покажу самые главные тренды. За нацсистемой мы взяли, соответственно, у нас была система, это внутренний туризм в России, нацсистема один, это глобальный туризм, весь мировой рынок туризма, соответственно, для нас, да, мы рассматриваем тренды внутреннего туризма, но для нас интересны вообще все глобальные тренды туризма, потому что, знаете, есть такая поговорка, хочешь узнать будущее, съезди в Японию. О чем это говорит? О том, что если ты хочешь узнать будущее на своем рынке, в принципе, хорошей идеей является посетить какой-то чуть более развитый рынок, который опережает тебя там на 3, на 5, на 10 лет, посмотреть какие-то вещи, и с высокой степенью вероятности некоторые из этих вещей могут быть имплементированы на твоем рынке через некоторое время. Вот, поэтому глобальный туризм нам тоже интересен. И еще одна нацсистема, ну, кто ездит в турпоездки? Едут, ездят люди. Соответственно, как, если у них образ жизни меняется, это изменит их предпочтение в отношении турпродуктов, маршрутов? Да, конечно. Поэтому мы рассмотрели образ жизни людей, как нацсистема, включая две главных активности – это работа и отдых. Как люди работают, как они отдыхают. И еще одну нацсистему мы взяли так периферийно, развитие маркетинга территорий, потому что в значительной степени предпочтения туристов определяются там маркетингом и коммуникациями, раскруткой или не раскруткой тех или иных территориальных, там, дистанционных брендов. И в значительной степени это базируется также на инфраструктуре, на развитии территории, там, мосты, железной дороги, каршеринг и так далее, и так далее. Значит, это вкратце общий такой аутлук. И у нас получилась некая карта будущего в ближнем, дальнем и среднем горизонте. Получились мега-тренды и получились такие как бы дополнительные сущности, которые показывают, как люди будут действовать, как, скорее всего, стейкхолдеры будут реализовывать своих интересы на этом туристическом рынке. И не буду… Это буквально было прелюдия. И самое главное – перейду к самому главному. Значит, самое главное – 11 таких мета-трендов, и из них выводы вам сейчас представлю. Значит, первый мета-тренд – это рост внимания безопасности. Ну, что это значит? Это значит, что все большее количество туристов уделяют вниманию безопасности. Допустим, путешествуя на Вайкал, на Алтай, они смотрят, и когда там сезон эцефалитного клеща там не в разгаре, и там, допустим, едут лишний раз, там, может быть, в начале сентября, потому что это более безопасно. Или, допустим, туристы выбирают какие-то не мейнстримные направления и выбирают направления, путешествия по которым они могут не в таких больших, ну, не знаю, там, с высокой степенью в емкости коллективных средств размещения останавливаться, а в каких-то аутентичных домиках, в глэмпингах, в каких-то более изолированных, там, апарт-отелях или отдельных домах, да, потому что требования к безопасности сейчас, в принципе, диктуют, вот, диктуют именно такой выбор. Растет популярность глэмпингов и других форматов менее плотного размещения, вот, прошлогодний конкурс «Природа лайф», который также организовывало ОСИ, агентство «Центр», показал, что очень многие ставят на глэмпинги, и инвесторы тоже интересуются площадками под глэмпингом. Вот, значит, предполагается, что доля культурно-познавательного туризма, как заточенного на посещение достопримечательностей в густонаселенных, ну, частях крупных городов в значительной степени, она будет падать, а доля экотуризма, наоборот, и дискавери-туризма, приключенческого туризма, который, ну, и приключенческий туризм, и на стыке там с экстремальным туризмом, эта доля будет расти. Соответственно, и с этим турпоток будет более равномерно распределяться по туристическим направлениям, и это даст шансы населению удаленных территорий встроиться в процесс создания ценности для туристов. Вот, также пример некоторых дестинаций, ну, конечно, Сочи в данном случае не совсем показательно, но в Сочи турсезон уже практически, ну, нельзя говорить о турсезоне, Сочи там заполнено круглогодично, да, но это такой экстремум, да, а на другом полюсе это территории, где туризм развит там два месяца в году. Вы знаете, наверное, что, скажем так, Олег Тиньков в свое время рассматривал возможность постройки там пятизвездочного отеля в эко-стиле на Камчатке, но когда узнал, он хотел инвестировать, но, как говорят, когда он узнал, сколько, какова продолжительность туристического сезона и посчитал, он сразу передумал, да, то есть, как бы, инвестировать куда-то ради сезона два месяца человек не захотел. Но в то же время, вот я уже упоминал, что я прилетал на Камчатку и вот считается, что у Камчатки такой короткий турсезон там или у Байкала, но очень многое делается и на Камчатке, и на Байкале в других дестинациях, чтобы расширять туристический сезон, и он будет расширяться, и уже сейчас расширяется. На Камчатку мне было удивительно, что иностранцы приезжают, чтобы серфингом заниматься в зимнее время, да, и в том числе и россияне, некоторые культивируют зимний серфинг. Или на Байкале, допустим, на льду Байкала устраивают разные активности, начиная с перехода Байкала, переплыва там, какие-то другие активности, которые популяризируют зимние сезоны и, соответственно, расширяют глубину сезона, увеличивают. Поэтому сезон будет выравниваться, продолжительность сезона расти. Это значит, на первом мегатренде рост внимания безопасности. Второй мегатренд, которым я хотел бы вас познакомить, это цифровизация и персонализация. Вообще все в пределе идет к тому, что раньше как бы был один продукт для всех, да, вот Генри Форд, известная шутка, что автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный, да, то есть считалось, что на заре промышленной революции, что если ты выполнил какой-то один продукт и ты его запустил, то в принципе он может быть успешен, вот какой-то можно создать один продукт, он продается для всех. Сейчас, как вы знаете, есть кастомизация, есть очень много продуктов, но в будущем продукты будут все больше и больше персонализироваться. Все меньше будет спрос на стандартные пакетные турпродукты и все больше люди будут выбирать продукты, заточенные под какой-то клиентский сегмент, под какие-то приоритеты, под какие-то хобби, увлечения и профили аудитории и каких-то определенных типов туристов. А в пределе это вообще будет создание продуктов на лету на основе искусственного интеллекта и больших данных сейчас таким образом турпродукты пока не создаются, но так уже создаются коммуникации. Допустим, всем известна коммуникация штата Теннесси в США, которая была устроена примерно таким образом, то есть они думали, как Теннесси продать. В принципе, там нет таких топовых достопримечательностей, типа Лувра и египетских пирамид. И предложили людям записывать, жителям штата Теннесси, там и жителям города Нэшвилл, если что, поправьте меня в столице Теннесси, предложили записывать ролики местному населению, ну ролики про себя, про свои такие обычные занятия, чем нравится заниматься, там собирать грибы, рыбачить, кататься на велосипеде, или может быть ходить по ночным клубам, или еще что-то. И люди записали там 30 тысяч роликов. И потом, собственно говоря, искусственный интеллект смотрел на профиль туриста, на профиль человека, ну как бы, которому показывается баннер, на его цифровой след, и показывал ему соответствующий ролик. То есть, если ты там, не знаю, любишь экстремальный туризм, тебе показывали какого-то экстремала, если ты любишь ходить с палками для скандинавской ходьбы, то для тебя показывался ролик, когда какой-то житель штата Теннесси так ходит или ходит в ночной клуб. То есть, вот это вот сейчас набирает обороты, оно не очень очевидно. Для некоторых может быть казаться, что это нонсенс, что всегда будут стандартные турпродукты, но вообще большая ошибка думать, что всегда будет как сейчас. Как сейчас, больше не будет. Будет как-то по-другому. Вот, значит, соответственно, следующий тренд от цифровизации, от персонализации, от дигитализации туристов и роста количества времени, которое туристы проводят в социал-медиа и в интернете заключается в том, что туристические направления, которые не имеют покрытия высококрасным интернетом, будут терять спрос у массового туриста. То есть, если вы серьезно хотите развивать туризм, там должен работать интернет, потому что люди не всегда... Ну, понятно, есть форматы Digital Detox, которые именно и ценные, тем, что там ничего не работает, но это все-таки не основная масса людей. Вот, значит, также трендом является тот факт, что... Не факт, а, скажем так, прогноз, что множество людей в турбизнесе, в бэк-офисе потеряют работу в дальнейшем. Сейчас значимым скиллом является продавать турпродукт, но в значительной степени продажи турпродукта возьмут на себя так называемые маркетплейсы, агрегаторы экосистемы, о чем я буду говорить чуть позже. Но всегда будет возрастать ценность специалистов, которые на последние мили работают и непосредственно взаимодействуют с туристами. Это классные гиды, проводники, организаторы туров. То есть в бэк-офисе я ожидаю, и мои коллеги ожидаем сокращение персонала, во фронт-офисе наоборот спрос. Значит, у туриста сейчас активный запрос на участие в путешествии. Вот он больше не хочет быть, знаете, таким пассивным потребителем турпродукта. Он не хочет просто вот прийти и смотреть матч, матч там, Лиги чемпионов. Он хочет сам быть немножко чемпионом. Он сам хочет быть вот актером в этом театре, которым является туристическая поездка. И поэтому, конечно, те турпродукты и те маршруты, которые предполагают активное участие туриста, которые предполагают, ну, скажем так, то, что он не зритель, а звезда, будут набирать силу. Значит, он хочет быть со созидателем и со автором. Соответственно, появляются новые форматы туризма, которые представляют неканальные опыты. Туризм будет становиться цифрофизическим и иммерсивным. Будет включать в себя как цифровые впечатления, так и аналоговые физические впечатления. Ну, не знаю, примером, самым простейшим примером может быть какие-нибудь, не знаю, QR-коды на фасадах старых домов, посмотрев, наведясь на которые, ты можешь одновременно смотреть на физический дом, как он сохранился, одновременно видеть какие-то сюжеты, какой-то ролик на ютюбе, можешь смотреть в дополненной реальности, которые показывают, а как, не знаю, в этом доме жил какой-то великий человек или еще что-то в этом духе, или ты смотришь на какой-то арбалет, который лежит в музее, в каком-то замке, и ты можешь посмотреть, как из него можно стрелять, или в VR-шлеме из него выстрелить. То есть от статического созерцателя каких-то дестинаций, каких-то, может быть, запылившихся артефактов туристы хотят быть как участниками иммерсивного спектакля. И те туроператоры, которые это первыми поймут, у них будет шанс, конечно, создать уникальное впечатление. Значит, рост ценности, времени и впечатлений. У нас очень мало времени становится. Денег становится больше у платежеспособных туристов, а времени меньше. Достаточно большое количество людей путешествуют много раз в году в уикенд-формате. И они могут заплатить больше, но им нужно максимально в компактный формат упаковать максимально возможное количество, в минимально компактный формат упаковать максимально возможное количество впечатлений. Поэтому, конечно, будут набирать ход туры, которые предполагают большее количество впечатлений в течение дня и в рамках которых туристы могут получать эти впечатления и от самой группы тоже, потому что если официальная программа заканчивается, а дальше там свободное время, то это менее интересно, чем если ты путешествуешь в формате консистентной группы, которая там интересуется финансами, там розничной торговлей или охотой или еще чем-то. И эти люди сами интересны друг другу, едва ли не может быть более наравне, по крайней мере, так же, как и те артефакты, которые они видят на маршруте. То есть нужно это понимать и нужно создавать ценность, в том числе и за счет участников. Третий тренд такой важный, люди едут к людям, территории, где обычные люди получат шанс дать туристам новое впечатление, будут иметь больше шансов на успех. Но что такое люди едут к людям? Это значит, что ты хочешь, допустим, приехать в какой-то определенный домик на Байкале. Это значит, что ты хочешь приехать в Башкирию и увидеть Башкирию глазами любимого башкирского художника Эльша Байбурина. Или ты хочешь, допустим, прийти на большую башкирскую тропу, и ты видел в ТикТоке ролик Раиса Габитова, который называет себя амбассадор Башкирии, и который набрал там за несколько дней миллион с лишним просмотров на ТикТоке. Ты видел Раиса, и ты хочешь приехать в Башкирию, ты хочешь именно с Раисом пройти по Башкой Байкальской тропе. Не просто по ней пройти, а пройти с Раисом Багабитовым. Это уже другое впечатление, и поэтому очень важна интеграция каких-то определенных людей. Люди хотят в определенном ресторане поесть, и желательно, чтобы владелец этого ресторана вышел и поприветствовал. Там Тахер Каликбердеев, допустим, культовый ресторатор, или Раис Багабитов, чтобы провел по тропе. То есть это очень важно. Очень важно персоналий интегрировать в тур и понимать, что люди едут не только в территории, но они едут еще на конкретных людей, именно с которыми вместе хочется это открывать. Допустим, Шпицберген вместе с Тимофеем Рогожиным. Четвертый метатренд – это рост поездок под влиянием блогеров, селебрити и поколений Z и Альфа. Что это такое? Ну, в принципе, есть, условно говоря, белая зона. Это люди, которые 100% поедут в какую-то территорию. Есть черная зона, люди, которые никогда не заманишь в эту территорию. Есть какая-то серая зона, которая поедет в эту территорию, но если им это кто-то порекомендует. То есть им недостаточно собственного выбора. Они немножко не уверены в себе, и они всегда склонны кому-то доверять или на кого-то полагаться. Либо это будут селебы какие-то, либо это будут блогеры топовые, Настя Ивлеева или Сергей Доля, либо это будут их собственные дети. Поколение Z и Альфа – это никто иные, как наши дети. Вот у меня двое детей. Одному 9 лет, и он Альфа, а другому 13 лет, и он Z. И если я с ними разговариваю, куда мы поедем, они спрашивают, ну, а там PlayStation будет летать? Я говорю, наверное, нет. Они говорят слово «скука». И дальше я понимаю, что продать им это направление в кавычках внутри своей семьи я уже не смогу. Как бы я про пляж не рассказывал. То есть надо понимать, что вот эти вот люди Z и Альфа, они в значительной степени, ну, не то чтобы диктуют, но они играют важную роль во многих современных семьях. И это фактически, ну, осложняет ваш маркетинг. То есть у вас в центрах принятия решений несколько появляются. Там, допустим, отец, мама и там, допустим, ребенок. И у ребенка, у него свои критерии выбора. И статика, статичные музеи, какие-то экскурсии, их вообще не драйвят. А их драйвят опыт. Там, допустим, можно погладить там кого-то, это интересно. Можно посмотреть только на это животное. Это уже менее интересно, потому что они за экшн, за интерактив, за игры. Вот, соответственно, ну, дальше, значит, будет расти спрос на событийный туризм. Метрики количества туристов должны, наверное, быть пересмотрены, потому что количество туристов не так важно, как ночевки, и не так важно, как последующий охват территории контентом. Да, то есть, может быть, мы привезли там не очень много людей, но эти люди очень классно раскидали контент на нашей поездке, что заложило фундамент для нашего дальнейшего продвижения. Вот, еще и трендом является превращение топ-блогеров и селебрити, в том числе Instagram селебрити, YouTube селебрити, в таких микропровайдеров, которые вокруг себя объединяют какие-то консистентные группы. Какая-нибудь бьюти-модель может объединить группу девушек, которые хотят, не знаю, улучшить свою фигуру и поехать куда-то там, не знаю, на Бали или на Байкал. Или Сергей Доля может собрать тур и поехать на Сахалин или там, не знаю, в Якутию и вместе с ним фотографировать точно так же, как Сергей Доля, чтобы получить такого же уровня фотографии. То есть, это очень важно понимать, что сейчас к обычным туроператорам еще примешиваются такие, я их называю микропровайдеры, и они все больше и больше оттягивают на себя какую-то долю, и конкурировать с ними очень сложно, даже невозможно. И поэтому, наверное, для туроператоров важно таких людей интегрировать в свои проекты и пытаться их как бы привлекать, чтобы за счет их аудитории, в том числе, и продавать свои продукты. Вот, значит, ну и бизнес, турбизнес будет расслаиваться на инфраструктурный, который обеспечивает базовые сервисы в поездке, там питание, проживание, логистику и контентный. Отвечающий за впечатление. Вот в рамках акселератора и в рамках конкурса «Открой свою Россию» такие люди, которые отвечают за контент, они называются продюсеры впечатления. Очень важные люди, вообще, мне кажется, очень важный термин, что продюсер впечатления – это не обязательно там директор турбазы или начальник какой-нибудь компании, у которой есть 20 автобусов. А продюсер впечатления – это человек, который способен создавать, проектировать уникальное впечатление, уникальный опыт туриста в поездке, но он, может быть, не владельцем инфраструктуры. Вот, значит, дальше еще несколько трендов. Рост числа путешествий в форматах «Blaisure» и «Varcation». То есть я вот, допустим, как консультант по маркетингу и стратегии объехал там 51 субъект федерации в основном, как консультант, и прирезал себе каждый раз, приехал на Байкал сделать там ребрендинг какой-то ювелирной сети местной, там «Алмаз» или «Династия», или помочь там местным туроператорам провести там брейнсторм, и прирезал себе к деловой поездке еще один-два дня отдыха там на Ангаре или на Байкале, и таким образом посетил эту территорию. То есть «Blaisure» – это, соответственно, прирезание к деловой поездке нескольких выходных дней, одного или двух «Varcation». Это поездка, такая долгосрочная поездка в какую-то территорию с таким проживанием, в рамках которой человек работает удаленно на свою компанию, не знаю, в Америке, в России, где угодно. Соответственно, таких туристов будет становиться больше, для них вообще нужны другие продукты, другая инфраструктура. Им нужны гостевые дома, им нужен каршеринг, среди них популярен slow-туризм. Это не почистить там, не знаю, не так, чтобы у тебя там дым стоял кромыслом, с такой скоростью ты перемещаешься по маршруту, а чтобы ты спокойно жил как местный, прочувствовал эту территорию как местный, питался как местный, развлекался как местный, постигал территорию изнутри, возможно, жил в местной семье, арендуя у них там дом или еще что-то и так далее. То есть в этом смысле такие туристы тоже есть, это тоже туризм, и им тоже можно заниматься. Значит, ну, соответственно, они драйвят шеринг-экономику и смарт-потребление, потому что они, в общем, чувствуют себя такими digital nomads, цифровыми кочевниками, они, в общем, хотят и автомобили, и электрические, и самокат арендовать, и велосипед в этом месте, и поэтому тоже очень важно, чтобы была возможность шеринга какой-то инфраструктуры на месте для таких туристов. Значит, важный тренд развития экосистемы маркетплейсов, ну, вы, наверное, знаете, что e-commerce сейчас двигается в сторону консолидации в значительной степени, и идет борьба нескольких таких кандидатов в лидеры этой экосистемы, это Тинькофф, Яндекс, Сбер, там, не знаю, Mail.ru, и, допустим, МТС, может быть, еще там пару каких-то игроков, которые хотят вокруг себя консолидировать много чего там в своих суперэппах, в своих экосистемах, и фактически заниматься всем, в том числе и туризмом. И в значительной степени, ну, есть такое ощущение, учитывая то, что в Америке многое продается через Амазон, а в Китае очень многое продается через WeChat, и внутри WeChat, и в том числе и турпоездки, есть такое ощущение, что и в России тоже будет такой же тренд, поэтому очень важно, чтобы ваши продукты продавались не только вами, а через какие-то экосистемы, через какие-то маркетплейсы, и даже такая искромольная мысль, что в будущем, скажем так, умение, скилл продать продукт, он будет менее значим, чем умение сделать продукт, потому что функцию продаж значительно, чем дальше, тем больше будут брать на себя суперэппы и экосистемы. Вот как бы умение сделать и положить на полку, то есть всегда будет эта бесконечная полка в экосистеме, в маркетплейсе, куда можно что-то положить, а вот сделать это, вот это вот как бы экосистемы не умеют, они в этом не специалисты. Ну, как бы тут мнение расходится, но такое мнение существует, слабый сигнал, можно сказать. Следующий тренд – это расширение возрастного диапазона путешествующих людей и расширение их diversity. Но что такое возрастной диапазон, это понятно, то есть путешествуют от молодых ногтей до старого возраста, от 5 лет, условно говоря, и до 70, а даже не от 5. У меня вот, допустим, дети путешествуют с нами, мы с семьей путешествуем по всему миру, и дети с нами где-то с 5-6 месяцев путешествуют. У меня ребенок там вообще ползать во Вьетнаме научился после 11-часового перелета. Вот, соответственно, если раньше считалось, что как это так, с ребенком годовалом люди не ездят? Нет, ездят, и очень даже активно. Вот, и на море, и куда угодно. То есть расширение возрастного диапазона путешественников очень существенное. И расширение разнообразия культурного, религиозного, там, не знаю, в плане сексуальных ориентаций, всего, что хотите, расширение дайверсити. То есть расширение кухни, требования к кухне, к религии, к разным видам культур, к еде, к сексуальной ориентации, они разные. И поэтому это даст шанс для выхода на рынок нишевых бизнесов, небольших нишевых продуктов, ориентированных на пока не очень интересные крупному турбизнесу сегменты. Это дети, пожилые, маломобильные граждане, секс-меньшинство, представители нишевых комьюнити и субкультур. Большие туроператоры, типа Туи или Пегаса, наверное, сейчас посмеялись бы над этим, потому что тут денег нет и тут большого потока нет. Но это не для мастодонтов рынка, это для более мелких игроков, которым как раз нужно найти нишу, в которую не залезает крупный такой мастодонт, и в который можно хорошо и прибыльно работать. И успешная экосистема считается, что успешная экосистема будущего, точно так же, как вузы будущего и многие другие структуры будущего, будут открытыми экосистемами и научатся выгодно коллаборировать с микроорганизаторами туров и другими участниками туристического рынка. Сейчас считается, что ты должен сделать там все от и до, в дальнейшем один человек продает, другой человек обеспечивает сервис, третий человек обеспечивает концептуальное проектирование, это будет в принципе нормально, ну или не человек, а организация. Вот, и растет стоимость контакта с людьми, растет стоимость конкуренции за внимание людей, медиа продолжают свою фрагментацию, соответственно, цифровые каналы продолжают фрагментацию, стоимость показа увеличивается, конверсия падает, лиды растут по цене, все конкурируют со всеми, то есть туристическая дистанция будет конкурировать с выставкой, с футбольным мячем, с трансляцией матча UFC турнира, с отраслевой конференцией и так далее, и так далее. Поэтому очень важно понимать, что взаимодействие тогда достигает цели с туристом, когда он находится в состоянии выбора. И очень важно понимать, как устроен Customer Journey Map туриста, и в какой момент он вообще в состоянии выбора, и в какой момент клиентского пути ему нужно какой контент подбрасывать. И очень важно умение понимать потребителя, понимать, на каком этапе пути он находится, уметь создавать контент под каждый этап клиентского пути, И, в общем, иметь компетенцию в IT, в диджитал-маркетинге, это будет очень важно, но в туризме уже сейчас важно. Ну и самое последнее, два тренда, это рост самостоятельного туризма и рост поездок с микропровайдерами, об этом я уже говорил. И, соответственно, не буду повторяться, да, уже говорил об этом. Микропровайдеры – небольшие такие селебы, которые объединяют вокруг себя людей, которые интересуются финансами, фитнесом или, не знаю, какой-то субкультурой, или дайвингом, или маркетингом. И набирая консистентную группу, интересную друг к другу, интегрируя туда еще какие-то образовательные активности, помимо туристических, они едут куда угодно, на Байкал, на Алтай, в Якутию, не знаю, в Нижегородскую область, куда угодно. То есть у таких микропровайдеров все равно будет всегда преимущество в глазах туристов перед туроператором, который ориентирован на массы, поэтому задача туроператоров – пытаться их интегрировать и пытаться их использовать, их влияние, их умение собирать группы. Ну и важный тренд – регионы поймут, что территорию должна развивать собственный турбизнес. И вот сейчас мне приходилось неоднократно участвовать на питчинге разных проектов, в том числе, я наблюдал защиту проектов «Природа лайф» в прошлом году. И там зачастую все время территория ждет внешнего инвестора, ждет того человека, ну скажем так, я скажу очень грубо, но ждут того дурака с деньгами, который как бы вложится в территорию, при том, что местные в нее не вкладываются. Но на самом деле люди с деньгами – они не дураки. И практика показывает, что если местный бизнес, местный бизнес лучше всех знает все ходы и выходы, знает все плюсы и минусы дестинации, там длину сезона, криминогенную обстановку, проблемы логистики, инфраструктуры, сервиса и всего остального. Если местный бизнес, зная все ходы и выходы, плюсы и минусы, сам не инвестирует, то турист, внешний инвестор тем более не будет инвестировать. И поэтому для того, чтобы местные турпродукты и маршруты конкурировали с маршрутами и продуктами на внешних рынках, будут создаваться программы по маркетингу, акселерации, развитию турбизнеса. Одним из таких программ и продуктов является как раз наш акселератор проектов в рамках конкурса «Открой свою Россию». Ну и тоже еще такой важный тренд. Чем дальше, тем больше при планировании новых маршрутов и создании турпродуктов будут учитываться не только интересы турбизнеса. Какая маржинальность, сколько это быстро ли отобьется, есть ли сейчас спрос на эту территорию или нет. Ну и долгосрочные эффекты для территории, такие как создание рабочих мест, налоги и так далее. То есть, допустим, на Алтае, возможно, есть проблема со сбором налоговых поступлений, потому что там значительная часть турбизнеса, допустим, находится вне правового поля. А на Камчатке, допустим, я разговаривал с Владимиром Солодовым, с губернатором Камчатки. Он сказал, что меня не столько налоги волнуют, сколько рабочие места. И я хочу развивать туризм на Камчатке, мне важно, чтобы было там условно создано в рамках этого туризма 10 тысяч рабочих мест. То есть, нужно не только смотреть на интересы турбизнеса, но и на долгосрочные эффекты. Поэтому должны создаваться такие рабочие группы, которые в целом просчитывают. И, может быть, имеет смысл заниматься не очень очевидными вещами, если они в целом дадут хороший мультипликативный эффект на развитие территории. Есть шанс, что будут инвестиции под это. Вот. Значит, первая часть моего доклада закончилась. И вторая часть – портрет современного туриста. Я сразу хочу сказать, что есть разные подходы к сегментации. Да, уж скоро мы говорим о портрете туриста, то мы должны говорить о сегментах. А какие есть сегменты там на туристическом рынке? Но, вы знаете, я не являюсь сторонником того, чтобы взять весь рынок и так сегментировать, и сказать, что вот есть такие-то сегменты, есть там миллениалы, есть зожники, есть люди там, не знаю, толстосумы, а есть люди какие-то с ограниченными двигательными возможностями. Я склонен на сегментацию делать применительно к каждому конкретному проекту. Вообще, мне кажется, что сама себе сегментация – это очень креативный процесс. И для того, чтобы ее сделать, нужно посмотреть в целом на всю целевую аудиторию. Нужно определить какой-то выбранный подход наш к сегментации. Подход к сегментации может быть очень креативным. Очень много есть методик и подходов, ракурсов, взглядов на сегменты. После того, как мы выбираем любой подход, мы получаем какое-то количество клиентских сегментов и должны их проанализировать и понять, на кого мы таргетируемся, кого мы берем, кто наш турист, а кто не наш турист. И, соответственно, для тех туристов, для тех сегментов, которые наши, мы для них делаем тру-продукты и для них делаем какие-то коммуникации, определенный маркетинг-микс. И я вообще-то склонен не просто рынок в целом нарезать на какие-то статичные сегменты, а я склонен думать, что примительно к каждому бизнесу и даже к каждому типу туризма и даже, я скажу больше, к каждому туристическому направлению сегментация должна быть своя. И вообще есть разные подходы. Есть соцдем, поведенческая сегментация, соцдем-сегментация, контекстная сегментация. Там самое разное. Я склоняюсь скорее к поведенческой и контекстной сегментации. Мы используем в британке МГУ модель Компас, которая позволяет нарезать всю аудиторию по таким полярным осям, но чаще всего используется рациональный выбор, эмоциональный выбор или готов приложить усилия при выборе турпродукта или не готов и хочет прийти на все готовое. Это такие базовые вещи, но в каждой конкретной сегментации это все свое получается. Там несколько сегментаций покажу за пределами туристического бизнеса. Это там, допустим, сегментация покупателей колбасы. Вот люди не едят колбасу или едят колбасу. Начиная от смузи. Это сегмент, который никогда не купит колбасу, потому что это вредно для фигуры. И дальше Victoria's Secret, отчаянная домохозяйка, смарт-подход, белка в колесе. Это там женщина деловая, у которой мало времени, которая делает ставку на полуфабрикаты. Это люди, которые вообще не парятся, едят все, что хотят и не верят в то, что нужно следить за своим меню. Да, вот, допустим, примеров несколько привожу, которые показывают, что нельзя людей, всех потребителей нарезать на какие-то стандартные сегменты. Вот, допустим, если в сфере дополнительного образования мы смотрим, то люди, которые хотят, чтобы их ребенок получил доп. образование, они делятся на такие сегменты, там, допустим, Илон Маск, такие родители хотят, чтобы дети развивали навыки будущего. А чайная домохозяйка хочет занять ребенка и заняться там своим делом, садить в салон красоты. А там, допустим, не знаю, человек, отличник, условно, сегмент, он хочет, чтобы ребенок подтянул успеваемость. А человек, не знаю, перфекционист или либерал, они хотят, чтобы был индивидуальный подход к ребенку или там качественный состав преподавателя. То есть акценты, которые, акценты и такие основные барьеры, основные драйверы, которые есть у разных типов сегментов, они разные в каждом типе проекта. Вот еще один проект «За пределами туризма» покажу, и дальше два туристических проекта более подробно. Значит, проект прошлого года для фонда «Вера», когда мы смотрели, а что драйвит людьми, что двигает людьми, когда они фандрайзят в какие-то благотворительные фонды. И видите, что получилось 8 сегментов, которые сначала на качественном уровне через глубинное интервью, этнографию были получены, а потом они были через количество, исследования оцифрованы, и были выбраны там важный самый сегмент «Спасатель», там «Мессия» и «Развиватор». И на них уже мы стратегию фонда «Веры» базировали. Теперь давайте посмотрим на сегментацию в двух турпроектах, которые делали тоже мои ребята в Британке в этом году. Это проекты для Алтая и для Пензы. Два абсолютно разных проекта. В одном мы берем, скажем так, B2C-туризм, в другом – B2B. Если об Алтая говорить, то наши десятки глубинных интервью, этнографических исследований показали, что применительно к Алтаю, не применительно ко всем направлениям или даже ко всем эко-направлениям, а применительно к такому направлению, как Алтай, ну и в определенной степени там Байкал, Камчатка и другие там Чикотка, другие такие эко-дестинации, туристы делятся на сегменты там «Тургеневская девушка», «Брюс Самогущий», «Уставший буржуа», «Серфер по жизни», «Этнограф», «Индиана Джонс», «Эстет Гедонист» и «Светская львица». То есть эти сегменты сначала качественно были получены, потом на основе сервиса «Фастуна» они были количественно отранжированы, и мы смогли оценить в людях, сколько таких людей. И вот что интересно, когда мы тоже этот проект показывали недавно, многие люди даже в Фейсбуке комментировали, что узнавали себя в этих сегментах, возможно, вы тоже себя узнаете. Я хочу показать три сегмента, на которых таргетировалась команда. Обратите внимание, что этот выбор не очень очевидный, «Серфер по жизни», «Этнограф» и «Индиана Джонс». А почему, допустим, мы не работаем с «Эстетом Гедонистом» или с «Тургеневской девушкой» или с «Уставшим буржуа»? Вроде там тоже много процентов. Ну, потому что им нужна такая инфраструктура, которой на данный момент в Горном Алтае нет. И сейчас создать продукт с классными ресторанами и, не знаю, с классным уровнем сервиса, который был бы заточен на «Эстета Гедониста», ну, вряд ли возможно. Хотя, конечно, есть несколько там топовых отелей. На Телецком озере есть отель пятизвездочный и так далее. Но в целом это, скорее всего, исключение из правил. Поэтому основная ставка для республики, какой мы совет сделали, это сделать ставку на три сегмента. Это «Индиана Джонс», «Этнограф» и «Серфер по жизни». И сейчас я вкратце хочу о них рассказать. Значит, то есть «Индиана Джонс» – это человек, который для его путешествия – это страсть, это часть жизни, это даже не хобби, это часть жизни. Соответственно, драйвер – это поставить галочку, какую-то точку на карте поставить, как Лебедев посетил Артемий у нас, все страны мира. Он считает страны, он считает субъекты федерации, города и так далее. То есть он поедет в какое-то место, если он там не был, просто потому, что он там не был. И это, кстати, шанс для многих маленьких территорий. И у них, соответственно, свои инсайты, свои барьеры. То есть инсайтом является, что он хочет путешествовать и объездить мир, потому что он хочет признания. Но он делает вид, что ему все равно, что думают другие люди. Барьеры – это как бы могут быть путешествия с детьми не очень удобно, плохие автомобили и так далее. Следующий сегмент важный – это серфер по жизни. Это человек, который любит ездить в необычные места, потому что он там себя наполняет духовно, отдыхает физически. Но на самом деле он ездит туда, потому что там есть люди, похожие на него. То есть ему очень нравится, что в рамках таких поездок он может встретить людей одного духа, одной культуры, одних жизненных приоритетов, которых он, может быть, в мегаполисе не так часто встречает. Он хочет получить новый опыт, испытать себя, но боится недружелюбных местных и очень боится попасть в какую-то группу, где будут люди совсем не похожие на него. Потому что для него вот этот мэчинг ценностей очень важен. Такой серфер по жизни. Он хочет с такими же серферами, как он, с такими же скалолазами, с такими же трекерами, как он. Или гастротуристами. И этнограф. Кстати говоря, я, наверное, причисляю себя к сегменту этнографа. Вот такие люди, которые за любой экспириенс, за уход с основного маршрута, за какие-то нестандартные вещи, потому что хрен с ним, живем один раз, и надо попробовать, надо разобраться в этом. И вот они любят погружаться в местный быт, в местную культуру, есть как местное, жить в семьях местных и вообще узнавать место глазами местных. То есть они не хотят путешествовать, как туристы, пакетники. Они хотят исследовать, изучать территорию и как бы постигать жизнь через постижение территорию, ну, живя в ритме там слоу-туризма и максимально будучи отвязанным от маршрута, от каких-то ограничений. Вот, соответственно, и следующий проект, который я хотел показать, это «Туризм в Пензе». Возможно, при словах «туризм в Пензе» вы улыбнулись, потому что где Пенза, а где туризм? Люди вообще не знают, что такое Пенза, и путают ее с Пермью и с другими городами. Это правда. Но с нами работал мэр города Пензе, он очень хочет развивать, господин Лузгин, очень хочет развивать туризм, и вот моя команда сделала для него проект «Би-туби-туризм в Пензе». То есть, да, не можем мы развивать культурно-познавательный туризм, потому что, в принципе, люди не знают этого бренда, и они туда не поедут. Но мы придумали, как развивать туризм в Пензе за счет спортивного туризма, за счет того, что мы туда привозим людей, которые не сами принимают решение, куда им ехать, а за них решает тренер. А в Пензе есть очень много артефактов, очень много предпосылок для того, чтобы развивать туризм. Там, допустим, 50-метровых бассейнов примерно столько же, сколько в Москве, хотя Пенза в 20 раз примерно меньше Москвы по количеству населения. То есть, эти объекты, инфраструктура, они как бы простаивают, поэтому мы сделали сегментацию по спортивным тренерам и определили не типажи туристов, а типажи спортивных тренеров. И это очень важно, потому что за каждым таким тренером, если мы сможем ему продать условно в Пензу как место для организации спортивных сборов, то за ним могут поехать много-много групп людей, это его команда, с которых он тренирует. Соответственно, там, не знаю, тут сегментация такая. Вот есть Сан Саныч такой, авторитетный тренер, который любит рекомендовать свой опыт там и пользуется непререкаемым авторитетом в спортивных кругах. К нему многие обращаются за советом, где можно провести сборы спортивные. Он охотно рекомендует базы, где он сам был и знает все ходы и выходы. Потому что он считает, что у него есть еще такая просветительская миссия, в том числе и помогать молодым тренерам, подсказывать, чтобы они не наступали на те грабли, на которые он уже сам наступил. Будущий Сан Саныч – это, соответственно, молодой тренер, который только хочет заработать уважение коллег. И он понимает, что, чтобы найти что-то стоящее, надо приложить много усилий, но тут есть риски. Что ты оказываешься в какой-то дыре, и вообще сборы сорвутся, поэтому он как бы хочет тоже получить совет. Современный такой человек, который хочет современную инфраструктуру, спортивные объекты, а вечером в какой-то классный ресторан пойти или пиво попить и так далее, когда уже его спортсмены легли спать. И поэтому ему нужна инфраструктура высокого качества. И экономичный такой человек, который экономит время и нервы, и он хочет получить пакетное предложение, максимально дешевое, и вообще не тратит свое время и финансы на организационные и финансовые вопросы. И он боится обращаться в турфирмы, потому что они сильно накручивают цены, не всегда учитывают потребности спортсменов. Ну и еще есть такой сегмент бизнесменов. Это такой тренер, который хочет немножко заработать. То есть ему, понятно, какой-то спортшкола или спортклуб платит, но он думает, что если он организует сборы, то он, может быть, еще денег немножко себе в карман положит, потому что он там договорится, найдет и продаст немножко дороже. То есть он такой тренер-предприниматель. Такие люди тоже есть. Сборы это могут быть, цитата прямая сбора, это может быть очень выгодно с точки зрения заработка, но чтобы заработать, мне нужно потратить кучу времени на поиск лучшей базы по лучшей цене, а никто этим заниматься не любит. Вот, соответственно, была получена такая сегментация, и на основе этой сегментации сейчас для Пензы как раз предложена стратегия по развитию спортивного туризма. Я надеюсь, она будет внедряться в самое ближайшее время. Буквально с мэром города на днях общались на эту тему. Вот, наверное, все, что я хотел вам рассказать о самых важных трендах примитивных туризму и, соответственно, о подходах к сегментации потребителей, к сегментации турпотока в рамках туризма. Большое спасибо вам за внимание. Не знаю, там, если у нас, Денис, я хотел спросить, у нас есть минутка-две или уже времени нет, и надо финалиться? Давайте зафиналимся с вашим выступлением, потом продолжит Анна, и мы перейдем к сессии вопросов. Тогда я хотел бы вас поблагодарить за внимание. Значит, эта презентация, я думаю, что вы сможете ее получить. Вот, обращайтесь к организаторам или ко мне, и, соответственно, видео также будет доступно на Ютьюбе. Тут есть краткая информация обо мне, об опыте работы в туристических проектах. Большое вам спасибо за внимание. И встретимся в акселераторе конкурса «Открой свою Россию» уже совсем скоро. Пока-пока. Андрей, большое вам спасибо за столь подробное выступление. И теперь я бы хотел передать слово Анне Булочниковой для того, чтобы она осветила и рассказала немножко другие аспекты данной тематики. Анна, пожалуйста. Да, коллеги, добрый день. На самом деле аспекты будут близкими. Я хочу сказать огромное спасибо Андрею, во-первых, за потрясающее, на самом деле, это исследование. Я была как раз не познакомилась на Камчатке, тоже на том же, том самом форуме. Ну и то, о чем я буду говорить дальше, это немножечко, может быть, переупаковка этого исследования, а также еще достаточно большого количества такой сборки аналитики, которая была проведена совершенно разными компаниями за прошлый 20-й год. и российскими, и иностранными, потому что, когда мы все знаем, что рынок начал меняться, то достаточно много началось попыток понять, что же будет дальше в туризме, и поэтому исследований действительно много. Аккумулируя это все, я хочу рассказать, наверное, больше о том, что же с этим делать. Вот мы видим эти тренды, и как их применить с точки зрения проектирования продуктов. Именно потому что все-таки апеллирую к аудитории существующих и будущих продюсеров впечатлений, тех людей, которые будут в рамках акселератора продукта разрабатывать. Сейчас включу презентацию. Денис, подскажите, пожалуйста, видно ли экран? А пока мы, к сожалению, видим черный экран. Вот, теперь все видим. Супер, отлично. Итак, о чем я хочу рассказать? О том, как упаковать тренды в продукт. Почему? Наверное, имею право об этом говорить. Более 15 лет я работаю в сферах близких с туризмом. По образованию я географ. 10 лет путешествовала по стране в самых-самых разных проектах. И последние, наверное, уже больше 6 лет занимаюсь разработкой самых разных туристических продуктов. И, собственно говоря, сейчас вместе с командой мы занимаемся написанием стратегий, концепций развития самых разных территорий России, от маленьких сел до регионов, муниципалитетов, стратегиями развития туризма. И поскольку опыт команды, он основан именно на туристическом бизнесе, на операторском бизнесе, на агентском бизнесе, на организаторском бизнесе, да, мы смотрим на территорию как на объект продукта. И мы все время, я все время говорю о том, что на самом деле туризм для нас это такое поле диалога между людьми, которые живут на территории, людьми, которые территорию знают, любят. И что самое важное, хотят о ней каким-то образом рассказать. И людьми, которые на территорию хотят приехать. Секунду. И людьми, которые на территорию хотят приехать, собственно говоря, это туристы. Те люди, которые хотят территорию познать. Так вот, развитие туризма и туризм – это некое поле, где эти люди встречаются. И, собственно, что произошло в прошлом году, самый главный, на мой взгляд, тренд современного внутреннего туризма – это переход от гостеприимства сервису. К сожалению или к счастью, но на самом деле до прошлого года можно сказать, что операторский бизнес туристический, он был больше похож на действительно сферу именно гостеприимства, где люди, которые не могли не показывать свою территорию, не могли не делиться этими знаниями, которые много хотели в походы, которые так или иначе как-то были связаны с перемещением по своей территории, они встречали гостей. Это больше было похоже на образ жизни. Но в прошлом году, когда весь спрос концентрировался на нашей стране, и сам рынок, потребительский рынок, очень-очень сильно вырос, этот объем людей, которые начали путешествовать, сильно вырос, то, конечно, возникла необходимость перехода уже от вот этого общения с гостями именно к некому обслуживанию, да, потому что сам объем стал очень большим. И основой, на самом деле, сервиса любого бизнеса является, безусловно, знание клиента, знание его потребностей. И проектируя продукт в любом бизнесе, классический подход, он заключается в том, чтобы понять потребность клиента, да, его боль, его проблему. С точки зрения создания туристического продукта мы не говорим о некой проблеме, мы говорим о некой мотивации, о том, что же заставляет человека с одного места перемещаться в другое место, что он хочет увидеть, что он хочет познать. И в зависимости от того, насколько хорошо мы понимаем эту потребность, мы и проектируем продукт. Здесь я хочу сказать о том, что на самом деле туристический продукт в нашей современной реальности, да, после ковидной реальности российского внутреннего туризма, это не маршрут и не только маршрут. Мы привыкли говорить о том, что туристическим продуктом является тур. Но на самом деле мы, вот работая с территориями, говорим о том, что туристический продукт – это то, зачем турист едет. И здесь не опечатка. Зачем именно отдельно? То есть зачем? Что он хочет увезти с территории? Что он о ней узнал? Что смотивировало его приехать именно в эту точку? И еще раз возвращаясь к тезису о том, что туризм и туристический продукт – это диалог между людьми, которые хотят приехать на территорию, и людьми, которые уже на ней находятся и хотят каким-то образом показать эту территорию. Мы можем сказать, что туристический продукт – это на самом деле упаковка идентичности территории, ее особенностей, ее истории, культуры, и каких-то особенностей людей и так далее. И эта упаковка, она на самом деле может быть очень разной. И сейчас мы пришли к такому состоянию рынка, когда не обязательно должен быть тур для того, чтобы человек из одной точки страны приехал в другую точку страны. Тур, наверное, это самое сложное. Тур от экскурсии мы отличаем условно тем, что туром называем многодневное путешествие, экскурсии – путешествие без ночевки. Безусловно, это наше внутреннее, наверное, больше определение, потому что терминологию у нас пока предстоит разбираться. Так вот, что еще, во что еще может быть упакована идентичность, и как к этому подходить, чтобы современному туристу российскому это понравилось, об этом чуть дальше, так все-таки что такое, что может быть продуктом? Продуктом может быть, безусловно, событием. Мы знаем классный пример, вот я всем про это рассказываю, в Пермь на оперу, да, одно мероприятие, как раньше мы летали, условно, там, попить пиво в Праге, то сейчас мы летаем в Пермь на оперу, и это очень здорово. События может быть многодневных, это всевозможные кемпы, сборы, мероприятия деловые, культурные и так далее, событий, самые-самые разные. Более того, сейчас вот этой упаковкой идентичности может стать инфраструктура. Я покажу такие примеры, это объекты, ради которых, только ради которых люди приезжают, пересекая огромное количество, там, километров и часовых поясов. Может быть, безусловно, объект, это, например, там, тот же байкальский лед, это может быть природный объект, культурный объект, это то, зачем. То есть человек едет на территорию для того, чтобы увидеть один объект. Все, что выстраивается вокруг, это некое следствие, да, это то, как формируется продукт. Но самим магнитом действительно является объект или гастрономия. Сейчас это действительно тоже уже тренд, для поехать куда-то для того, чтобы чего-то поесть, чего-то попробовать. Мы действительно к этому уже пришли, и дальше действительно таких продуктов будет все больше. Так вот, все, что мы будем обсуждать дальше, это то, как люди формулируют свои запросы, причем не только в нашей стране, а и за рубежом, и у нас уже тоже, как они формулируют запросы свои, свои ожидания для того, чтобы упаковать их в любой из этих продуктов. Любой из этих продуктов может быть использован для того, чтобы применить эти принципы. Принципов на самом деле всего три. Это впечатления, люди и территория. Это три столпа, вокруг которых строятся ожидания, чего хотят клиенты. И я свой рассказ достаточно короткий, компактный, построю по следующему принципу. Я возьму каждый из этих столпов, разложу несколько примеров, о многих из них уже говорил Андрей, но я постараюсь немножко с другого аспекта их показать. И просто приведу примеры того, куда можно смотреть, на что можно ориентироваться, какие кейсы можно рассмотреть у нас внутренние, внутри нашей страны, как применяются сейчас уже эти потребности, как они упаковываются в продукты. Итак, первое – это впечатления. Откуда такой запрос? На самом деле сейчас на внутреннем рынке появилось огромное количество людей с большим, огромным количеством насмотренности, уровнем насмотренности. Это люди, которые побывали в огромном количестве стран, уровень туристического опыта, которых крайне высок, поэтому путешествуя по нашей стране, они тоже ждут такого же уровня. Чего? Впечатлений, сервиса, обслуживания, контакта и так далее. В связи с этим вот этот вот запрос на концентрацию впечатлений, он начинает проникать в самые-самые разные слои, в самые-самые разные сегменты целевой аудитории и выражается в том, что самыми востребованными являются продукты, в которых количество впечатлений, вот есть даже статистика, что время получения впечатления 12-15 часов в сутки. Это такой мега-мега-мега концентрат. В чем это может выражаться? Ну, во-первых, здесь привожу конкретные примеры. Это глэмпинг леса и моря на Алтае. Здесь речь скорее о продукте. Многие из вас знают, я уверена, эту локацию, что она продается в виде продукта, не именно проживания, а именно продукта, количество концентрации впечатлений, которого крайне высока. Что еще здесь может быть? Мы видим сейчас тренд на раскрутку немассовых локаций. Те места, здесь вот на левом слайде Тилиберка, которая вошла в National Geographic, как одно из самых желанных точек для путешествий, и Дагестан, который еще несколько лет назад был крайне, ну, таким неизвестным, будем мягко говорить, для путешествий регионам. Тем не менее, мы можем видеть, что буквально за очень небольшое количество времени две этих точки стали крайне популярными, и, безусловно, рост потоков туда будет расти. Причем, если Тилиберка – это точка внутри региона, да, на Кольске путешествует давно и много, в разных форматах, но здесь идет речь о том, что именно эта точка, неизвестная раньше никому, очень сильно выросла в популярности, и количество потока туда будет расти, это безусловно, и власти Мурманской области очень много для этого делают, это очень здорово. Про Дагестан тоже. Мы проводили в прошлом году исследование барьеров путешествия в Дагестан, и, на самом деле, до 30% опрошенных людей, которые имеют достаточно большой опыт путешествий в целом, по миру и по стране, отметили самым главным барьером заботу о безопасности. То есть, вроде как, в некоторых умах этот регион до сих пор остается небезопасным, но при этом в этом году он вошел в рейтинг как самое первое место заняло в точке, как точка для организации авторских путешествий. То есть, популярность немассовых направлений, самых-самых разных, она, безусловно, растет. Здесь речь о том, что многие знают эту точку, это кандалакшен, заблокировать этот чудесный домик практически невозможно ни осенью, вообще ни в один из сезонов. Почему? Потому что проживание в нем само по себе является впечатлением. То есть, мы здесь говорим о тех самых инфраструктурных точках, ради которых люди приезжают. То есть, жизнь в необычных местах, в необычных средствах размещения становится само по себе уже впечатлением. Здесь рост продолжительности сезона. Действительно, Андрей уже говорил о том, что есть точки, в которых сезон пропал. Это действительно не только Сочи, но и, например, Абхазия, да, наши южные территории, где сезоны просто теперь не существуют. Но интересно, что это не только на юге. Например, я здесь показываю северное сияние и хочу рассказать как кейс, пример Мурманска, как точки для коротких, трехдневных зимних путешествий. Мы общались сейчас очень много, работаем с Мурманской областью, и операторы все говорят о том, что их загрузка максимальная составляет, ну, как бы пик нагрузки приходится с ноября по конец марта, потому что абсолютно все выходные забиты группами, которые едут на два-три дня посмотреть северное сияние. То есть это уже не некая долгосрочная экспедиция, которую надо планировать заранее. Это очень простая поездка, в которую люди срываются очень быстро с вопросом, чем мне заняться выходные, и летят посмотреть северное сияние. Это к чему? К тому, что вот таких вот объектов показа в очень разных регионах довольно много, и не бояться их упаковывать в короткие продукты, безусловно, сейчас уже можно. Ну, и дополнительные ценности. Я здесь привожу пример клуба первых. Почему? Потому что роль таких дополнительных смыслов в путешествии крайне растет. Людям важно не просто поехать куда-то для того, чтобы познакомиться с территорией, а для того, чтобы еще они хотят там пообщаться, об этом мы дальше будем говорить. Они хотят получить какие-то новые знания, новый опыт, и этот опыт сейчас далек от просто какой-то экскурсионной или такой даже познавательной нагрузки, которую мы привыкли, может быть, видеть раньше. Делаю выводы из всего того, что касается впечатлений. Некий такой туду-лист для тех, кто будет проектировать впечатления, проектировать продукты. Первое. Из каждого элемента впечатления в путешествии нужно делать личный опыт. Это, собственно говоря, самый важный. Личный опыт – это то, что хотят сейчас получить туристы из поездки. На настоящем уровне развития нашего внутреннего туризма объектом показа актива или сервиса может стать все. В месте, где раньше, может быть, просто продавали, не знаю, местные какие-то продукты или, там, не знаю, вино или какой-то местный рынок, может очень быстро стать с вашей помощью в том числе, может стать точкой дегустации, точкой мастер-класса, точкой какого-то получения того самого личного опыта. Это надо не бояться делать, вовлекая в это все больше и больше людей. Нужно еще точно совершенно не бояться вводить на рынок неизвестные локации. Причем сейчас уже можно делать на них ставку в позиционировании и в маркетинге, и УТП вашего продукта, уникальное торговое предложение может строиться на базе той локации, которую еще вчера, возможно, вообще никто не знал. Безусловно, стоит расти линейку продуктов в межсезонье. У нас довольно много праздников в межсезонье, выходных, вокруг которых точно совершенно будет спрос. Если вы создадите продукт, он будет востребован. Ну и работа с сообществами. Сейчас чуть-чуть больше будем говорить про людей. Действительно, люди путешествуют, хотят видеть дополнительные смыслы, ищут их часто внутри сообществ, которые уже сформированы в какой-то локации. Но, тем не менее, вы можете с этим работать, просто работая с этим сообществом, предлагая им свою локацию или некую свою инфраструктуру или уже тур, да, сервис, некий набор сервисов для того, чтобы они переносили свои смыслы, например, образование или нетворкинг на уже вашу инфраструктурную или сервисную базу. Второе, вторая потребность – это люди. Людям интересны люди. Вот такой вот тезис, он на самом деле и в создании продукта, и в создании дальше контента, и в позиционировании сейчас крайне важен. В чем он выражается? Первое. Безусловно, это популярность авторских путешествий. Почему? Потому что, еще раз, на рынке очень много людей, которым не интересен массовый продукт, которые уже много чего видели, много чего знают. Это первый момент. Второй момент – стоимость внутреннего нашего продукта пока достаточно высока. В среднем, да, она конкурентна с довольно качественным зарубежным продуктом, и поэтому люди ожидают здесь все-таки такого индивидуального подхода. Поэтому кастомизация продуктов и того, как они устроены внутри, очень важна. Поэтому я здесь привожу пример U-Travel.me как потрясающего стартапа, который очень быстро растет, именно пользуясь, собственно говоря, вот этим трендом. Людям интересны люди. Андрей говорил уже о примерах, как это может быть реализовано. Действительно, здесь может быть два подхода. С одной стороны, это путешествие с кем-то, то есть некий лидер сообщества, лидер мнения едет на территорию, и вы его, собственно говоря, приглашаете, через него притягиваете своих клиентов. Либо, наоборот, вы на территории находите людей, которые являются такими, ну, душой территории, каким-то образом являются, отражают ее историю или культуру, или спорт, или любой аспект, и могут интересно рассказать. И самый ценный по анализу огромного количества откликов и отзывов людей на путешествия, самое ценное, что они увозят, это именно взаимодействие. Мне удалось поговорить с ламой, например. Или мы пообщались с людьми, которые, не знаю, 10 лет живут отшельниками где-нибудь в тайге. Вот именно этот момент взаимодействия, момент простого разговора за чаем, может быть, очень короткого, для людей остаются самыми главными, жемчужными такими впечатлениями, самыми важными сценами, которые они увозят. Третий момент – это интерактивность или вот современное такое новое модное слово – иммерсивность продуктов. Здесь мы можем говорить о и самих путешествиях, и всяких-всяких разных новых форматов, квестов, иммерсивных спектаклей, когда действительно человек участвует, он не просто участвует, а он получает новый опыт. Для него это самое главное, и проектируя продукт, есть такой вот совет, что, безусловно, каждый-каждый день своего путешествия у человека должно быть некая вот эта точка, через которую он соприкоснулся к территории. Что это может быть? Это могут быть запахи, вкусы, это могут быть некие визуальные впечатления, музыкальные впечатления, какие-то звуки, это тактильные впечатления. То есть так или иначе, люди, наша задача как проектировщика впечатлений, как проектировщика продукта туристического создать эмоциональные якоря. Эмоциональный якорь, если вы залезете в психологию восприятия, это точка, когда некая внешняя среда воздействует на некий орган чувств. У нас их не так уж много, поэтому мы можем это все довольно просто разложить. Самые яркие впечатления, опять-таки, по опыту анализа отзывов людей, это такие точки, в которых количество задействованных органов чувств было максимально. То есть условно, это точка, когда мы сидим на краю Сулакского каньона, перед нами закат, это визуальное воздействие. Мы пьем горячий травяной чай вкусовое воздействие и играет какая-то местная музыка, ну, живая, какой-то локальный, не знаю, там, инструмент. Это третья точка воздействия, звук. Вот эти, именно вот эти точки будут самыми яркими. Это будет ровно то, что человек увезет из путешествия, например, в Дагестан. И, как я уже говорила, здесь мы говорим про людей. И Андрей тоже об этом говорил, о том, что поскольку для нас ценность взаимодействия очень важна, то на самом деле мы не можем сделать так, чтобы люди на протяжении большого количества времени общались, не знаю, там, с ламой или с отшельниками, но, тем не менее, есть люди, которые сопровождают наших гостей на протяжении всего времени. То есть это те, кто их встречает, и 24 на 7 находятся вместе с ними в поездке и, соответственно, провожают их. И вот роль этих людей, она невероятно велика. Я здесь привожу, например, Юры Телюбаева. Это чудесный организатор путешествий в Ненецкий автономный округ. В прошлом году по заказу Центра развития бизнеса НАО мы проектировали новый продукт, летний продукт для НАО. И делали довольно большой объем глубинных интервью с людьми, которые туда уже путешествуют, разговаривали с ними много. Было действительно реально интересно, что они там находят. И вы знаете, самое главное, оказалось, что среди там, условно, 15 человек, с которыми мы говорили, значительной части, чуть ли не там, не 6, было тех, кто ездит туда не в первый раз. И когда мы спросили, почему, почему НАО есть много других прекрасных территорий, в том числе в Арктике, они говорят, а нам все равно, мы едем к Юре. Вот к Юре нам вообще все равно, что он предлагает. Мы едем конкретно к нему, потому что мы едем с ним путешествовать. Вот нам важно, чтобы эти 3, 5, 7 дней было взаимодействие конкретно с ним. Поэтому, когда вы растите команду и собираете эту команду, роль эмпатии конкретно одного человека может сделать абсолютно все впечатления ваших гостей. Это крайне важно. Ну и про состав группы Андрей тоже уже говорил, что есть история про путешествия сообществами, и людям важны интересы. Вот у них есть интерес. Здесь пример X-Waters Camp плавательного, в том числе вот конкретно через Байкал этого года. Люди, которые увлекаются чем-то одним здесь, вот там плаванием, открытой в воде, они путешествуют из точки в точку, и для них принципиально вот это вот совместное путешествие вокруг своего интереса. Локация не важна. Поэтому мы, как продюсеры продукта, просто опять-таки работаем с этими сообществами, предлагая им нашу локацию, потому что кроме тренировок, безусловно, у них будет еще потребность познать и узнать регион. Обобщая, что мы, как мы работаем с людьми. Первое. Нам очень четко нужно понять, кто наш сегмент аудитории, кто эти люди, понять, почему они к вам едут, что для них ценно. Это сейчас действительно очень важно, потому что рынок большой, людей на рынке много, конкурентов на рынке много, поэтому очень важно сфокусироваться. Дальше мы работаем с теми людьми, которые есть на территории, которые могут представить, могут пообщаться, могут интересно рассказать, могут подарить свою вот эту любовь, заинтересованность к своему краю, действительно заразить ею. Сделать так, потому что для вас это повторные продажи в конце концов. Ну и проектируем впечатление, проектируем эмоциональные якоря. Мы, когда разрабатываем стратегии развития туризма на территории, прописываем вот эти карты эмоциональных якорей, карты эмоций гостя разных сегментов, прописываем, где, в каком месте, какую эмоцию этот человек может получить. Именно из этого мы дальше проектируем инфраструктуру, продукт, маркетинг и так далее. То есть вот эмоция, почему говорят, что у нас туризм, это экономика впечатлений, экономика эмоций. То есть именно чем детальнее мы продумываем, что думает, слышит, видит, чувствует человек в нашем путешествии, тем нам же будет лучше. Ну и работаем с эмпатией каждого члена нашей команды, потому что это тоже те же самые люди, которые взаимодействуют. Ну и третье, это погружение в территорию. Тоже уже было сказано про рост времени пребывания на территории. Это очень, мне кажется, ценно, потому что этот тренд выглядит как запрос на максимальное пребывание, на максимальное погружение. Если раньше нашим продуктам внутренним часто был некий такой обзорный тур голопом по Европам, чуть-чуть музей, чуть-чуть какой-то там, не знаю, променад, немножечко попробовали и улетели. То сейчас, безусловно, тренд иной. Чем он нам, как разработчикам, грозит и как мы можем его использовать? Безусловно, создавать линейку разнообразных коротких продуктов, чтобы, потому что вот эта история про в Териберку на три дня, да, это не только про Териберку, а про огромное количество локаций, куда сейчас люди хотят поехать на короткий срок. Для нас это что значит? Это значит, что у нас должен быть запас разнообразных продуктов, потому что если человеку понравилось, он сегодня приехал, например, попробовать кухню, завтра он приехал, прилетел в театр, сходил, послезавтра он узнал, что, оказывается, здесь можно, не знаю, еще на чем-то сплавиться, на каком-нибудь там, не знаю, рафтинге, предположим. И вот история запрос на вот эту возвратность, она, он достаточно сейчас высок. Про Варкейшн уже много чего говорили, здесь привожу пример чудесного проекта «Смена», и здесь, да, действительно, про погружение, про новые форматы, и с ними тоже, безусловно, нужно работать. Что хотят эти люди? Они хотят вот эти маленькие короткие продукты. Они работают условно по полдня, а еще полдня или несколько часов, они хотят посмотреть территорию. Поэтому арсенал наш должен быть полон именно таких очень ярких, эмоциональных коротких продуктов, которые могут быть вот так вот, как бы бисером рассеянной по достаточно большому количеству людей сейчас, которые на территорию приезжают. Ну и слово «туризм», «временно пожить», да, это про погружение, это примерно туда же, про то, что нам, упаковывая идентичность, нужно иметь возможность показать ее территорию через впечатления и, наверное, некие привычки местных жителей. Но также, когда человек живет на территории, ему уже не интересен, например, там, не знаю, Эрмитаж, центральная какая-то площадь, в общем, те объекты, которые входят в классические туры. Он начинает искать что-то очень банальное, что-то неизведанное, что-то, куда, может быть, даже местные не ходят, но тем не менее это какие-то интересные точки, в которые можно быстренько попасть. Я здесь привожу пример санатория Орджоникидзе в Сочи, который неожиданно там побил какие-то рекорды посещаемости последние два года. Почему? Он находится в черте города. Это прикольная, необычная локация. Туда не нужен экскурсовод, хотя сейчас расскажу про то, что, безусловно, там с экскурсоводом интересней. Но туда действительно можно попасть, но в классических турах его, наверное, пока не встретишь. Через что такие люди, которые хотят жить на территории, хотят познавать? Безусловно, через местных жителей. Local.me, известный давно уже проект, он на этом основан, и таких людей становится все больше и больше, которые в рамках, может быть, даже часто, вот мне такие часто встречаются, даже прогулок, показывают вот эти небанальные места, неизвестные уголки, которые ценны, когда ты действительно не мчишься, а долго живешь, и тебе хочется территорию потрогать, как-то прочувствовать гораздо более глубоко. И поэтому очень ценно брать вот этот подход и упаковывать его, может быть, в более долгосрочные продукты, если мы говорим у нас как о разработчиках, либо, опять-таки, делать большой-большой набор очень маленьких продуктов именно для вот этого сегмента людей, которые на территории живут и уже хотят себя там почувствовать условно-местными. Делаю выводы из истории про погружение в территорию. Повторюсь, что нам нужна широкая линейка коротких, разнообразных, очень проразных продуктов. Мы их делаем на базе двух вещей. Первое – это новые точки показа, может быть, необычные, и не боимся их вкидывать в рынок, потому что сейчас рынок готов к тому, чтобы их воспринять. Ну и личные впечатления жителей, которые смотрят совсем по-другому на эту территорию. Собственно говоря, у меня все. Еще раз, если обобщать, три блока у нас – это концентрация впечатлений, в основе которых люди, и знание территории. Такой вот классический треугольник туристического проектирования. Спасибо большое. Собственно, у меня все. Денис. Да, Анна, Андрей, спасибо вам большое за то, что нашли время и возможность выступить для наших слушателей. Насколько я вижу, у нас в чате нет вопроса, и поэтому я сужу, что ваше выступление было невероятно подробными и очень исчерпывающими. Соответственно, хотел бы вам выразить благодарность нашим участникам, напомнить, что мы ждем ваших заявок, с радостью откроем для себя новые уникальные маршруты, которые вы разрабатываете для того, чтобы всем нам улучшить вопросы, связанные с туристической отраслью, и открыть новые маршруты на карте России. Спасибо вам большое, коллеги. Хорошего дня и до скорых встреч. До свидания.